Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Иван Трушин, я являюсь младшим научным сотрудником не антимикробной химиотерапии. И сегодня я стараюсь рассказать вам о том, как можно выстроить взаимодействие участников в рамках рабочих команд при работе в CIMR Cloud. Ну, прежде всего, что подразумевается под взаимодействием, это обычно различные способы, как можно делиться данными. То есть вы создаете набор данных и хотите его показать своим коллегам, либо каким-то другим организациям, представить какие-то ваши результаты с данными анализа, чтобы они могли либо посмотреть с тем, что у вас получилось, либо проделать какую-то свою самостоятельную работу, переключать фильтры и провести какие-то свои анализы. Ну и чтобы ответить на вопрос, как поделиться данными, у нас есть четыре способа. Первый способ – это создать прямую ссылку на набор данных, можно создать ссылку с QR-кодом, можно создать рабочие команды, то есть вы объединяете людей в команды, и как кульминация всего этого можно создать публичный проект. Таким образом вы можете поделиться своими данными со своей командой, с аудиторием и буквально со всем миром. Ну, пройдемся по шагам. Чем они отличаются, эти способы, для чего они наиболее применимы и как, собственно, ими воспользоваться. Первое – вот у нас прямая ссылка. Что важно понимать про прямую ссылку, что это постоянная ссылка на набор данных. По большому счету, ей даже не важно, что содержится в наборе данных. Как только вы создали набор данных, на него есть постоянная ссылка, прямая. Вы можете как ограничить для нее доступ, то есть вскрыть из видимости, она будет неактивной. Вы можете ограничить доступ, чтобы ее могли просматривать только те люди, которые знают пароль. И, соответственно, эта ссылка сохраняется, если вы обновляете набор данных. То есть вы можете создать набор данных, создать прямую ссылку на нее, открыть доступ. Потом, спустя пару дней, сбросить набор, загрузить новые данные. Ссылка будет прежняя. Набор изменится данных, но ссылка прежняя. Из этого вытекает основное правило, что эта прямая ссылка подходит для ситуации, когда нужно предоставить доступ к какому-то периодически обновляемому набору данных. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Вот я уже зашел в свой аккаунт MR Cloud. Вот у меня есть специальный проект и демонстрационный набор данных. Как же мы можем сделать прямую ссылку? На самом деле, все очень просто. Мы нажимаем «Редактировать набор данных». Переходим на вкладку «Ссылки». И вот она наша постоянная ссылка на набор данных. Соответственно, мы ее можем уже скопировать и кому-то отправить. Для того, чтобы просматривать набор данных по прямой ссылке, пользователю не обязательно быть зарегистрированным в MR Cloud. Ее можно отправить кому угодно. Как мы видим, моя ссылка защищена паролем. Я вложу пароль. И у меня загружается полный набор данных, как я его загрузил в MR Cloud. Без всяких ограничений. То есть я могу посмотреть все значения фильтров, которые у меня были выставлены. Я могу их переключать. У меня все будет меняться. Я могу переходить по всем вкладкам. Смотреть все диаграммы. Они все будут работать. Вот я могу, например, посмотреть по интернету «Ралис». Чувствительность. Все у меня работает без ограничений. По сути, человек с постоянной ссылкой видит набор таким, каким я его загрузил в систему. Из дополнительных возможностей мы видим по значкам, что у меня есть разомкнутый замочек. Это значит, ссылка доступна в интернете. По ней можно переходить. И ключик. Это значит, что я установил пароль на просмотр этой ссылки. Соответственно, я могу сбросить пароль, чтобы ее мог смотреть кто угодно без пароля. И заблокировать доступ. Ну, допустим, я сбросил пароль. Давайте проверим, действительно ли теперь ее может посмотреть кто угодно. Вставляем. Все. Как вы видите, набор загружается сразу. То есть, в первый раз я должен был вводить пароль, а теперь нет. И, соответственно, я могу полностью закрыть доступ к данному набору данных по этой ссылке. Все. Мы видим, что замочек теперь закрыт. Я перехожу по этой ссылке. Пробую обновить страницу. Увидим, что ссылка в настоящий момент неактивна. То есть, так мы быстро закрыли, и все, больше ее никто не может посмотреть. В вкладке «Мой профиль» есть специальная вкладка «Наборы данных». И вы можете здесь посмотреть все ссылки на все наборы данных, которые у вас созданы в вашей учетной записи. Соответственно, здесь вы видите по иконке, каким набором данных у вас разрешен доступ по прямой ссылке. Это очень удобно. Теперь же вернемся ко второму способу. Это у нас ссылка с QR-кодом. Главное отличие ссылки с QR-кодом от прямой ссылки в том, что она исчезает при обновлении наборе данных. То есть, по сути, она ссылается именно на конкретный слепок вашего набора. Вы обновляете набор, она сбрасывается. Но у нее есть одно преимущество. Главное преимущество ссылки с QR-кодом – это в том, что она позволяет закрепить какой-то фрагмент вашего набора данных и поделиться именно им. Чтобы тот пользователь, кто получил ссылку с QR-кодом, не мог изменить значение фильтров. И то есть, он увидит только те данные, которые вы хотите ему показать. Как из прямой ссылки с QR-кодом можно ограничить доступ по паролю, и она также доступна для всех людей в интернете, не обязательно регистрируется в MR-клауд. Ну и всего этого следует, что ссылка с QR-кодом подходит для случаев, когда мы имеем один набор данных, и нам нужно предоставить доступ разным людям, но каждому человеку какой-то своей части. Поэтому мы просто делаем ссылку с QR-кодом на определенной значение фильтров и рассылаем этим людям. И также, благодаря тому, что ссылка сопровождается QR-кодом, как следует название, ее удобно показывать на конференциях, выступлениях, когда вам нужно как-то поделиться данными. И чтобы люди не перебивали со слайда вот эти длинные, буквенные ссылки, вы можете просто сохранить QR-код. Давайте посмотрим, как это сделать. Возвращаемся в MR-клауд. Возвращаемся в наш набор данных. Вот у нас какой-то набор данных. Соответственно, как создать ссылку с QR-кодом? В верхней правой части экрана есть такой значок. Мы нажимаем на него. Появляется диалог генератора ссылок. Как мы видим, мы можем поделиться только выбранным фрагментом данных. Если мы оставляем этот значок пустым, то мы делимся всем набором. Мы можем установить какой-то комментарий. Допустим, это будет полный набор. И мы можем также защитить паролем. Допустим, создадим ссылку на полный набор. Нажимаем создать ссылку. Она создается. Вот, собственно, вот этот QR-код, который вынесен в название данного типа ссылок. Вы его можете создать, сохранить, показывать в презентациях. Можно сохранить изображение как. И так далее. Это простая картинка, ее можно вставлять куда угодно. Собственно, вот эта сама ссылка. Проверим, действительно ли она работает. Мы ее копируем, вставляем на пустой экран. Можем продолжить на русском. Вот у нас загружается наш набор. И мы видим, что у нас все фильтры, которые были у меня, они доступны по этой ссылке. Нас не спросили пароль, мы не устанавливали. То есть вот любой пользователь может, допустим, вы выступаете, показали QR-код, они перешли на своих телефонах, ноутбуках по этой ссылке и может вместе с вами выполнять какие-то действия. То есть тоже выставлять те же фильтры, смотреть те же графики, которые вы показываете, и все остальное. Как я уже говорил, есть особенность ограничить набор данных. То есть, допустим, у вас есть один большой набор за большой промежуток времени, но у вас доклад посвящен только вне больничной инфекции. Соответственно, вы выставляете фильтр только вне больничной. Мы видим, что у нас вот фильтры обновились. И, допустим, мы берем там, благодаря с инфекцией, только из дыхательной системы. Вот у нас вот такой набор, и мы показываем, я не знаю, какое у нас распределение по годам. Сколько у нас когда выделялось. Вот мы хотим показать вот эти данные. Мы тоже создаем эту ссылку. Но говорим, что мы хотим поделиться только выбранным фрагментом данных. Ну и назовем ее, допустим, только вне больничной. И установим пароль. Создаем ссылку. Копируем. Проверяем. Как мы видим, у нас спрашивает пароль. Мы уже защитили нашу ссылку от какого-то несанкционированного просмотра. И мы видим, что значения фильтров уже установлены именно так, как я их установил при создании этой ссылки. То есть у нас тип инфекции только вне больничной. Я не могу сбросить. Дыхательная система у меня только... Ну, локализация инфекции у меня только в дыхательной системе. Я тоже не могу переключить. В рамках остальных категорий, которые не выбраны, то есть мы можем выбирать клинический материал в рамках дыхательной системы. Мы можем выбирать год. Но вот те фильтры, которые мы установили, они как бы заблокированы, и мы не можем уже их сбросить. Но мы можем смотреть те же самые диаграммы. Собственно, вот для этого используются ссылки с QR-кодом. Их также можно после создания отменять к ним доступ, как-то изменять их. Это можно сделать через редактирование набора данных. Мы выбираем набор, нажимаем «Редактировать набор». Переходим на ту же самую вкладку «Ссылки». И вот мы видим ниже постоянные ссылки, наши вот такие ссылки с QR-кодами. Мы видим, какие из них защищены паролем, какие они содержат фиксированный набор фильтров. Мы, соответственно, можем ее отредактировать, снять фиксацию, установить, либо снять защиту пароля. Мы можем также ее удалить. Все, ссылка удалена. Чтобы оценить, сколько на сообще ссылок с QR-кодом всего создано, чтобы не ходить по каждому набору, в профиле есть тоже отдельная вкладка. Она называется «Ссылки». И здесь вы можете видеть все ссылки на все наборы данных, которые у вас когда-либо создавали. Здесь также можно посмотреть, какие из них защищены паролем, в каких у них включена фиксация фильтров. Но уже для редактирования и удаления нужно перейти в тот проект, тот набор данных, где они, конечно, создавались. Итак, третий режим, в котором можно взаимодействовать с участниками ваших исследований, либо каких-то других процессов – это команды. Команды отличаются от режима работы со ссылками тем, что они предоставляют доступ не к отдельному набору данных, а в целом к проекту. То есть вы можете создать команду, пригласить туда зарегистрированных пользователей ML Cloud, добавить проект в эту команду и уже добавлять туда наборы данных, сколько хотите, когда хотите. Вам не нужно будет рассылать новые ссылки для новых участников. Они получают автоматический доступ ко всем наборам данных, если они состоят в команде, и вы добавили этот проект в команду. Соответственно, в этом скроются ограничения. Некоторые режимы взаимодействия через команды по сравнению с ссылками, что ссылки вы можете отправить кому угодно в интернете, а в команды вы можете добавить только людей, которые уже зарегистрированы в ML Cloud. Плюс также для участников команды действуют некоторые ограничения, что участники команды не могут создавать ссылки на наборы данных и самостоятельно обновлять наборы данных. То есть, если вы являетесь создателем команды, вы добавили проект в эту команду, то только вы можете обновлять эти наборы данных. То есть, по сути, вы являетесь транслятором, все остальные члены команды являются вашими слушателями. Для каких случаев подходит этот режим? Он подходит для ситуации, когда нужно предоставить постоянный доступ к каким-то обновляемым данным и, допустим, генерировать постоянные ссылки или ссылки с QR-кодами, приемкая, ну и вообще неудобно. Давайте посмотрим, как можно создать команды. Снова заходим в ML Cloud. Как мы видим, у нас есть вверху в меню отдельная вкладка команды. Вы можете как создавать команды, так и в каких командах вы состоите. Соответственно, если вы уже состоите, вы можете покинуть команду и видеть свой статус в команде, активны вы там или нет. Давайте создадим команду. Назовем ее новая команда. Ну, а касание команды, это, допустим, мои коллеги. Создаем команду. Теперь мы можем добавить участников. Добавить мы можем только тех, кто уже зарегистрирован в ML Cloud, поэтому я добавлю себя же на другой аккаунт. Не знаю, принять. Все, участники добавлю. Мы можем посмотреть, какие участники у нас есть в команде. Мы можем их удалить, заблокировать и активировать. Но есть нюанс. Если мы, допустим, заблокируем пользователя, вот мы его заблокировали, мы видим, что у него желтый значок появился, то сам пользователь тоже увидит, что он заблокирован в этой команде. То есть вот я перешел в другой аккаунт, который, собственно, мы и добавили. Вот мы видим, что у него команд нет, но он является членом вот новой команды, которую я создал. Вот новая команда, мои коллеги. И он видит, что он заблокирован. Поэтому с этим нужно быть осторожным, потому что люди могут обидеться, покинуть команду. Как мы видим, покинуть команду, они могут вполне самостоятельно и без вас. Ну, давайте все-таки разблокируем нашего пользователя. Можно активировать. Вот, и попробуем добавить какой-то проект в нашу команду. Вот у нас как раз есть демонстрационный проект. И мы видим, что в нем у нас два набора данных. И я выбираю проект и нажимаю кнопку «Назначить команду». Вот у меня есть одна сутная команда. Нажимаю «Новая команда». Нажимаю «Принять». Все, мы видим, что напротив нашего проекта появился значок, что к нему назначена команда. Соответственно, наш пользователь, которого мы добавили в команду, он на своей вкладке проектов может видеть эти командные проекты. Мы видим, что у него есть вкладка «My projects», где у него все пусто. И у него есть «Team projects», командные проекты. И вот появился тот самый проект, который мы добавили в новую команду. Если мы зайдем, то мы видим, что у нас есть два набора данных, которые были в этом проекте. И, собственно, он может точно так же полностью смотреть все наборы данных без ограничений, так как вы их видите вы. Он может тоже выставлять все фильтры, смотреть все диаграммы и так далее. Так это работает. Соответственно, я как хозяин проекта могу эти наборы данных по всячески редактировать. То есть я могу изменить описание. Допустим, я добавлю информацию. Проект для новой команды, например. Вот мы обновили. И вам не нужно заново приглашать других пользователей, отсылать им новые ссылки. Можно даже полностью сбросить проект. Он все равно останется в новой команде. Вот мы видим, тут ничего не появилось. Тут у нас все по-прежнему. И если он запустит тот же самый набор, мы видим, что у нас набор данных уже содержит наше описание. Собственно, вы можете как менять описание, так и перезагружать набор фильтров. Это все автоматически распространяется на все команды. Итак, ну и как кульминация, это, собственно, есть возможность поделиться со всем миром вашими результатами. Это публичные проекты. Что такое публичные проекты? Они размещаются на сайте mrcloud.net с подробным описанием и постоянной ссылкой. Они позволяют вам обновлять ваш набор данных, и при этом публичная ссылка не меняется. И это подходит для ситуации, когда нужно поделиться результатами какого-то научного проекта вашего исследования, которое либо сейчас идет перспективно, и вы как-то делитесь в процессе работы со своими результатами, либо у вас уже проект завершенный, вы как-то подбили какую-то статистику, у вас, допустим, вышла публикация, вы хотите поделиться со всем миром, вы можете загрузить ваш набор данных в mrcloud, сделать публичный проект, подготовить текстовое описание и, соответственно, уже сделать публикацию с ссылкой на mrcloud с красивыми графиками, диаграммами. Как это выглядит? Сейчас на сайте mrcloud уже размещено несколько таких открытых проектов, то есть можно перейти на сайт, переходим в раздел открытых проектов и мы видим, что это будет вот такая плашечка на первой странице лендинга, и если мы, допустим, зайдем в саму страницу описания этого проекта, мы видим, что у нас есть постоянная ссылка, она не меняется, вы можете обновлять набор данных как угодно, можно прикрепить ссылку на публикацию, на организаторов, можно сделать какую-то текстовую аннотацию, касательно процедуры, исследования, протоколы и так далее, прикрепить опять-таки связанные публикации, и есть ссылка на открытие набора, мы нажимаем открыть, и у нас запускается SummerCloud, мы видим, собственно, тот датасет, который упоминает публикации, который посвящен этому исследованию, мы можем выставлять какие-то фильтры, смотреть всю аналитику, этим воспользоваться, это тоже возможно, поэтому, если у вас есть такой проект, и вы готовы поделиться им со всем миром, не стесняйтесь, пишите нам, мы это все поможем сделать описание, как это сделать, объясним, как это все устроено, ну, вроде мы все рассказали, давайте посмотрим, какие могут быть примеры взаимодействия, то есть, как можно в реальной практике использовать вот эти ссылки, ссылки с QR-кодами, команды, и так далее, для прямой ссылки можно придумать вот такой сценарий, что вы являетесь какой-то центральной лабораторией, и вам нужно делиться результатами с какими-то контрагентами, либо каким-то организацией клиентами, которые закажут у вас исследования, то есть, таким образом вы можете создать отдельный набор данных для каждого контрагента и выслать им прямую ссылку, соответственно, они будут знать, что они в любой момент могут пройти по этой ссылке, и там будут агрегированы результаты только по ним, соответственно, вы с заданной периодичностью обновляете набор, больше ничего не сообщаете контрагентам, они просто переходят по ссылке и постоянно видят актуальные свежие данные. Единственная проблема, с которой здесь можно столкнуться, это то, что вам придется делать отдельный набор данных для каждого контрагента. Порой это может быть трудоемко, зависит от конкретной вашей информационной системы, которая установлена у вас в лаборатории, но, возможно, это и будет достаточно легко и непринужденно. По крайней мере, вы сэкономите время на генерировании ссылок и отправке новых наборов данных новым контрагентам на периодической основе. если у вас есть какие-то периодически обновляемые наборы данных, прямая ссылка – это то, что вам нужно. Для ссылки с QR-кодом можно установить немного другой вариант. То есть, допустим, вам сложно разделять ваш набор данных из вашей лист либо мисс на отдельные наборы для контрагентов или, допустим, у вас очень много контрагентов, и поэтому дробить такой набор и загружать его в каждый VMware-клод может быть трудоемко. Поэтому вы просто делаете один набор и генерите много ссылок с QR-кодом на фрагменты этих данных. Есть также немного другой вариант, что данные выгружаются за какой-то календарный период и в дальнейшем не изменяются. Поэтому, если вы создаете набор и вы не планируете его обновлять, сбрасывать, то вы вполне можете точно так же создавать ссылки с QR-кодом. Возвращаясь к нашему сценарию, допустим, если вы центрально на лаборатории, вам нужно делиться результатами с контрагентами, но у вас устроено так, что вы выгружаете, допустим, результаты за месяц. И вот у вас прошел месяц, вы выгрузили результаты и все, вы забыли про этот набор данных, он больше никогда не изменится, потому что время невозможно в 2005. И в таком случае вы делаете один большой набор данных, который содержит в себе все результаты исследований для 10, допустим, ваших контрагентов, загружаете его один набор в MR Cloud, а дальше делаете фрагменты с фильтрами, допустим, контрагент 1, 2, 3 и делаете 10 ссылок с QR-кодами. Отправляете их контрагентам и говорите, что это, допустим, ссылка на набор данных за сентябрь. Так тоже работает. Второй пример, который мы видим гораздо чаще как бы и на конференциях и на прочих выступлениях использованной ссылкой с QR-кодом, это когда нужно поделиться именно сейчас с данными, которые вы показываете, демонстрируете и как-то взаимодействуете. Либо, допустим, вы предлагаете вашим слушателям повторить действия, которые вы производите. То это, да, ссылка с QR-кодом, она удобна тем, что людям не нужно копировать, перебивать на клавиатуре саму ссылку. Они могут просто навести мобильный телефон, сосканировать этот QR-код и открыть его на своем телефоне. Ну и благодаря фиксации фильтров, соответственно, вы можете использовать несколько ссылок в рамках одной демонстрации. Допустим, на первом слайде вы показываете чувствительность антибиотиков к инфекции мочеводящих путей, на втором к дыхательной системе и вы, соответственно, делаете две ссылки с QR-кодом, фиксируете фильтры и люди увидят именно то, что вы хотели им показать. Им не придется самостоятельно выставлять нужные значения, особенно если это часто трудоемко. Второй сценарий это вы пишете какую-то публикацию, журнал, либо еще куда-либо и вы подразумеваете, что у вас есть какой-то набор данных и вы описывая его все равно будете использовать какую-то инфографику, диаграммы, таблицы. Логично для этого используется MR-клод. И тем самым вы можете создать эти диаграммы в MR-клод, сохранить их на компьютер и дополнительно в качестве ссылки использовать ссылку с QR-кодом, что человек может самостоятельно по ней пройти, ознакомиться и действительно это та диаграмма, которую вы указали в публикации, это тот набор данных, которые вы описываете и это может использоваться как список литературы в каких-то публикациях в выступлении. Для команд может быть такой сценарий, что допустим вы являетесь клиническим фармакологом, вы готовите данные по мониторингу антибиотикой резистенности в рамках какого-то стационара и как мы знаем мониторинг не имеет смысла, если он не является непрерывным по временям и соответственно мы понимаем, что в таком режиме данные постоянно нарастают. То есть в начале года у вас были данные только за прошедший год, к концу года у вас уже данные за два года. И понятно, что данным сценарием это будет обновляемый набор данных и вы будете постоянно подгружать, то есть сбрасывать набор, подгружать новые данные и вам нужно соответственно делиться этими данными. В таком режиме можно, конечно, использовать прямую ссылку, но это будет много ссылок, особенно если вам нужно делиться с многими участниками, допустим, вам нужно отправлять данные на каждом отделении во рамках вашего стационара, а если еще в отделении есть несколько человек, то соответственно нужно каждому человеку отправлять эту ссылку, если таких наборов будет несколько по каким-то допустим, какая-то градация будет по определенному типу инфекции, то соответственно еще больше ссылок. И в таком режиме проще, конечно, сделать отдельные команды, дать им туда доступ на эти наборы данных и вы просто один раз у себя обновляете набор данных и все команды автоматически видят все обновленные наборы, просто заходят уже в привычный интерфейс, открывают тот же самый набор и сразу видят обновленные данные. Ну, дополнительно вы можете создать самый полный и большой набор данных с прямой ссылкой уже для какой-то административных кадров, для руководства вашего стационара, чтобы они могли видеть всю картину и там, как бы, скорее всего, будет ограниченное количество людей и для них уже можно сделать прямую ссылку, которая не будет меняться. То есть так вот можно использовать команду. Ну, про публичные проекты я, собственно, уже рассказал, как можно использовать это если вы хотите поделиться какими-то своими исследованиями, результатами работы, вы не боитесь показать их стране, миру, вы готовы подготовить полноценное описание, поэтому, если вы все это готовы сделать, не стесняйтесь, пишите на наши контакты, по электронной почте, социальных сетях, мы расскажем, как это все устроено, как это работает, что от вас потребуется, поможем подготовить описание, возможно, даже подготовить данные, и все. так, вы вместе поделитесь результатами своими исследованиями на MR Cloud, будет красивый инфографик, красивая страница с описанием, постоянная ссылка, ее можно будет прикреплять к вашим публикациям, всячески использовать, и так далее. Поэтому не стесняемся, делимся вашими данными, делимся результатами успешных работ, пишем нам, подписываемся на наши социальные сети, я хочу поблагодарить всех за внимание, надеюсь, скоро увидимся.